Всем привет! Меня зовут Агеева Настя, я лектор школы Marker School и сегодня мы нарисуем такую водную черепашку. Нам понадобится с вами тушь. Я буду использовать оттенок лагуна от Малевич. Вы можете взять любую акварель примерно такого цвета. И теперь я накладываю цвет прямо из баночки, беру тушь и накладываю на любой кусочек пластика или стекла. Прикладываю бумаги, нажимаю и еще немного распределяю цвет по всему листику. Еще немного пшиков и теперь можно прорисовывать черепашку карандашом. На данном этапе не старайтесь делать много деталей. Постарайтесь увидеть вашу черепашку в виде каких-то геометрических фигур, объемов и обобщить их. А также не забывайте про красивую композицию листа. Осталось самое интересное. Это прорисовать общий силуэт и конечно же обратить внимание на детальки. Я рисую перьево ручкой от Малевича. Вы можете взять линер 0,1-0,2 толщины. И аккуратными живыми линиями проходимся по всей черепашке. Можно уже в некоторых местах проработать эти детальки. Не зацикливайтесь на какой-то определенной части черепашки. Нужно двигаться по работе равномерно. Немного порисовали голову, немного панцирь, немного шею. И тогда работа будет выглядеть свежо и очень интересно. Каждую линию старайтесь проводить не похожей на предыдущую. Она должна быть очень живой, очень реалистичной. Не старайтесь делать ее ровной, прямой, угловатой. Нет, в ней будут какие-то волнообразные такие мотивы. Она будет немного рваной в некоторых местах. И это здорово. Подобная техника сделает наш скетч очень особенным, очень оригинальным и не похожим на остальные. Обратите внимание, некоторые пятнышки я штрихую, некоторые заливаю полностью тушью, а некоторые оставляю пустыми. И добавляю немного штриховки, теневые места, так, например, на шею. И еще немножечко под панцирь. Остается дело за малым, это проработать все детальки, еще немножечко добавить фактуры. И черепашка будет готова. На ластах стараюсь нарисовать максимально красивый сюжетик. Это квадратики, кружочки, которые приплетены между собой и создают интересный узор. На данном этапе очень важно деликатно штриховать и не перетемнить работу. И вот мы уже на финишной прямой. Остались всего несколько маленьких штришочков и все готово. Рисуйте вместе со мной, участвуйте в конкурсе. Буду с нетерпением ждать ваших работ.